Здравствуйте, это программа Город Тесс и я Елена Чернявская. Какие вопросы и проблемы могут возникнуть у автомобилистов при регистрации транспортных средств и получении водительских удостоверений? Какую помощь готовы оказать в РЭО ГИБДД Самары и как сэкономить время и деньги, воспользовавшись госуслугами в электронном виде? Вот об этом и многом другом я сегодня буду беседовать с моим гостем в студии Михаил Олегович Туманов, начальник отделения регистрации автомототранспортных средств РЭО ГИБДД УМВД России по городу Самаре, майор полиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, приветствую вас еще раз в этой студии. Замечательно, что мы с вами встретились и поговорим сегодня на достаточно интересную тему, которая в первую очередь волнует автомобилистов, а автомобилистов очень много. Поэтому, прежде чем перейдем к актуальным новостям, я попрошу все-таки рассказать вас о вашем ведомстве и вот о подразделении. И, конечно, расскажите, пожалуйста, какие услуги предоставляет РЭО населению города Самары? Напомню, я представляю регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по городу Самаре. В настоящее время нашим подразделениям предоставляются следующие виды государственных услуг. Это регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также проведение экзаменов на получение водительского удостоверения и выдача водительских удостоверений. Так, то есть какие граждане могут к вам обратиться и зачем? Ну вот если, к примеру, купил автомобиль, нужно поставить его на регистрацию. Вот всю цепочечку, то есть кто к вам в первую очередь должен обращаться? Ну, наиболее частая государственная услуга, которой автовладельцы сталкиваются, это регистрация приобретенного либо переоформляемого транспортного средства. Для этого у нас давно сформировано и в настоящее время ведется его активное пользование, это официальный сайт государственных услуг. Предоставление государственных услуг в настоящее время возможно как при личном обращении граждан, так и посредством предварительной записи. То есть любой собственник, либо пользователь официального сайта может посредством личного кабинета воспользоваться сайтом, подав предварительную заявку, выбрать удобное для себя день и время посещения РЭО. То есть вы советуете все-таки обращаться к вам через портал государственных услуг. Понятно, что это экономит время, а экономит ли это деньги? В настоящее время каких-либо скидок при получении государственных услуг посредством портала не предусмотрено. Ранее у нас тогда такая возможность была, но уже на протяжении двух лет государственные пошлины платятся в полном объеме, вне зависимости от способа посещения нашего подразделения. Стоимость осталась неизменной. Если остановиться на конкретных цифрах, то это регистрация автомобиля, если он новый и только приобретен и не стоял на регистрационном учете, составит 2500 рублей. Из этой суммы, это 2000, это получение государственных регистрационных знаков, 500 рублей за выдачу свидетельства о регистрации. Да, если все-таки мы еще дальше остановимся на суммах, то можете озвучить наиболее популярные виды услуг и как они оцениваются в денежном эквиваленте? Ну, во-первых, это, наверное, все-таки изменение собственника. То есть, в случае приобретения автомобиля, который уже находится на регистрационном учете, после заключения сделки по продаже или покупке транспортного средства, собственник оформляет договор гражданской ответственности на свое имя. Ну, купли-продажи, проще говоря. Ну, это первый этап. Вторым этапом оформление договора о гражданской ответственности, так называемом оформлении полиса осады, если проще сказать. Так. Ну, и в последующем уже при обращении в РЭО, в зависимости от того, требуется ли получение регистрационных знаков, получение дубликата ПТС, уже исходя из этого и рассчитывается стоимость государственной площади. Ясно. Скажите, а как и по каким критериям оценивается ваша деятельность в настоящее время? Ну, напомню я, что вообще порядок оценки и эффективности принимаемых мер по улучшению организации приема в подразделении госавтоинспекции регламентированным приказом, указом президента, это указ 601 от 2012 года. В соответствии с этим указом, одним из критериев оценки нашей работы является недопущение, превышение ожиданий в очереди более 15 минут. Далее удовлетворенность граждан от получения государственной услуги должна составлять не менее 90%. Ну, и третий критерий – это количество граждан, используя их механизм предоставления государственных услуг посредством официального сайта, государственные услуги должны составлять не менее 70%. Это вот критерии, которые прописаны на бумаге. А в жизни как происходит? Скажите, пожалуйста, Михаил Олегович, стараетесь ли вы соответствовать вот этим нормам и критериям, которые прописаны в законодательстве? Ну, думаю, что без чувства ложной скромности скажу, что в настоящее время все эти критерии у нас соблюдены в нашем подразделении. Все мероприятия, которые необходимы по улучшению работы, по устранению выявляемых недостатков, которые нам высказывают граждане при обращении посредством вопросов, мониторингов, посредством обращения на сайт «Ваш контроль». То есть в случае выявления каких-то недостатков в организации работы, мы оперативно принимаем меры, чтобы их устранить и не допускать в последующем. Ну, если есть такие цифры и такие сведения, ответьте. Если нет, то продолжим дальше. А вот наш город Самара, по сравнению даже с Самарским регионом и другими городами в Самарской области, на каком месте мы как лидеры лидируем? Ну, такой статистики мы не ведем, потому что существует единый критерий оценки. Соответственно, мы, я как руководитель, как один из руководителей подразделений, принимаем все меры, направленные на достижение этих критериев и ни в коем случае не допускаем их к снижению. А вот как мы выглядим в разрезе с другими субъектами, к сожалению, мы не всегда знаем. Так, ну хорошо. Обычно, если нужно узнать какую-то информацию, мы сразу окей, гугл, заходим в интернет и вся информация исчерпывающаяся предоставляется. Скажите, а можно ли позвонить к вам просто по телефону и проконсультироваться, узнать какие-то моменты, режимы работы, как вы принимаете, сколько окон работает и так далее и тому подобное? В настоящее время в нашем подразделении организована круглосуточная работа телефона-автоинформатора для телезрителей. Напомню, это 287-27. Данный телефон работает у нас в круглосуточном режиме, всегда можно позвонить. Необходимый минимум информации, который... Вот актуально, да, для граждан в основном? При первичном обращении посредством этого телефона можно получить. Далее, если же информация касается, требует более углубленных консультаций, то можно позвонить в течение рабочего дня и получить уже консультацию непосредственно от нашего сотрудника. Ну, я думаю, что все телефоны на сайте имеются, они все актуальны и также можно будет на вашем сайте эти телефоны все узнать. Верно? Да, все верно. Хорошо. По какому графику вы принимаете граждан и как, возможно, попасть на прием ваше подразделение, если актуален вопрос регистрации транспортного средства и также выдачи водительского удостоверения? Ну, прием граждан по всем видам услуг у нас осуществляется по единому режиму. Напомню, это в понедельник с 9 до 18 с одним исключением, потому что прием в понедельник мы организуем только по предварительной записи, то есть только на основании поданных заявок посредством официального сайта госуслуги. Далее во вторник с 9 до 18, среда с 9 до 15.00, четверг у нас более продолжительный прием граждан с 9 до 20.00, пятница с 9 до 18.00 и суббота с 8 до 17.00. Ну, вот чисто такой практический совет нашему уважаемому телезрителю Михаилу Олеговичу, а в какой бы день вы посоветовали обратиться, ну вот избегая максимальных очередей и людских потоков? Вот какой день такой самый более-менее свободный? Ну, по практике, конечно. Из практики можно выделить это четверг и пятница, потому что в середине недели и традиционно у нас наименьшее количество обращений фиксируются вот в эти дни. Ну, я думаю, что обязательно вашим советом наши телезрители воспользуются. Я сейчас предлагаю вернуться немного еще к госпошлиным. Пожалуйста, скажите, сколько составит госпошлин за водительское удостоверение, если, к примеру, оно утрачено владельцам, и планируется ли увеличение суммы платежей? Вот в этом году есть уже какие-то новости? Ну, начну со стоимости. Величина и размер государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения, вне зависимости от того, обращается ли гражданин впервые за получение водительского удостоверения, либо по утрате, сумма пошлины единая. Она составляет 2000 рублей. Что касается повышения стоимости государственной пошлины, такой информации в настоящее время к нам не поступало, и в настоящее время данный вопрос не рассматривается. Ясно. Ну, а когда впервые обращаешься за получением водительского удостоверения, ну, понятно, логично, да, нужно заплатить госпошлину. Ну, а вот если просто продлить удостоверение, да, ну, закончилась дата, нужно получить новое. Ну, вот чисто по-человечески, как вы считаете, почему нужно платить госпошлину? Ну, потому что в размер и в оплату государственной пошлины включены затраты на изготовление специальной продукции, ну, и, соответственно, при, повторюсь, вне зависимости от вида обращения, с какой целью обращается получать водительское удостоверение, стоимость едина, и так как изготовление, процесс, он единый. Да. То есть подразумевает фотографирование, распечатывание бланка заполнения и последующие ламинирование, выдача его уже владельцу. То есть все равно придется заплатить. Да. Все равно тратится на это бланк специальной продукции. Хорошо. Значит, скажите, пожалуйста, а как восстановить водительские документы после утери? И, пожалуйста, давайте на конкретном примере вот разберем эту ситуацию. Ну, думаю, что стоит начать с того, что порекомендую обратиться к нам, подав предварительную заявку через официальный сайт государственной услуги. Мы должны выбрать цель посещения нашего подразделения, то есть получение водительского удостоверения в связи с утратой. Далее информационная система выставит счет для оплаты государственной почвы. И после оплаты в личный кабинет заявителя поступает информация о том, что выбранное им время и дата посещения РЭО одобрены. И, соответственно, его заявка сформирована. Через госуслуги понятно. А приходят ли люди все так же по старинке, к вам обращаются не через госуслуги? То есть здесь каков механизм получения? Существует у нас прием и в порядке при обращении, непосредственно при обращении в наше подразделение. В данном случае мы при наличии так называемых свободных тайм-слотов, то есть в случае, когда расписание и график подачи заявок нам позволяет это сделать. То есть свободная окошка, когда есть, да? Тогда вы, посетители, этого приглашаете. То есть нужно просто прийти, также ваши сотрудники наверняка помогут. Ну вот как в Сбербанк приходишь, да? И сотрудники помогают. Также посредством талонов можно к вам обратить. Я просто давно не была в РЭО, и мне интересно, вот как сейчас работает эта система. Ну, думаю, стоит сказать, что все те мероприятия, которые проводятся нами, направлены на улучшение и обеспечение доступности государственной услуги. Это от нас требует руководство МВД, наше вышестоящее руководство. То есть в любом случае при обращении граждан государственная услуга нами должна быть предоставлена. И предоставлена качественно. И предоставлена качественно, чтобы, как минимум при опросе, нам выставили граждане максимальную оценку. Хорошо. А если с водительским удостоверением будут утрачены регистрационные документы на транспортные средства, скажите, порядок получения будет сильно отличаться? Нет. Если пользователь сайта официальной государственной услуги решит обратиться к нам посредством подачи предварительной заявки, все строго по алгоритму подачи заявок, формируется соответствующая заявка, выбирается день и время удобно для посещения, после чего оплачивается государственная пошлина и уже после оплаты государственной пошлины информационная система одобряет заявку и, соответственно, информирует граждан заявителей о том, что их заявка одобрена и мы их ждем выбранное ими время. Ждете для чего? Чтобы уже выдать готовые документы? Вот давайте поговорим о сроках, ведь это тоже очень важно. Вот, к примеру, потерял документы, водительское удостоверение, регистрационные документы. Как ездить, если, к примеру, нужно каждый день ездить на работу? Что предъявлять вашим коллегам, когда вас остановят? Ну, в соответствии с правилом дорожного движения, управление без документов, перечень которых установлено, правильно даже движение, запрещено. Поэтому здесь надо понимать, что если вы решили отправиться в поездку без регистрационных документов или водительского удостоверения, то вы уже нарушаете требования правил дорожного движения. Ну, а если жизненно необходимы, Михаил Олегович, добираться каждый день на работу, но не ходит транспорт по данному направлению, может быть, справки какие-то вы даете? Либо каким образом быть-то, если просто нужно? В максимально короткие сроки обратиться в любое удобное регистрационное подразделение для того, чтобы получить дубликаты утраченных регистрационных документов или водительское удостоверение. Какие сроки? Максимально короткие. Ну, можете озвучить. Здесь надо понимать, в разумно короткие сроки. В разумно короткие сроки. Законодательством у нас это не предусмотрено, но напоминаю, что в соответствии с правилом дорожного движения, управление без документов, без регистрационных документов и без водительского удостоверения в настоящее время, Запрещено. Спасибо. Но вот скажите, а связано ли это с тем, что в ближайшее время все документы будут электронными и с собой не нужно будет возить ни водительское, ни регистрационное? И по требованию инспектора ДПС предъявлять документы можно в электронном виде? И вообще, когда это новшество вступит в силу и уместно ли оно? В настоящее время во всех подразделениях госавтоинспекции Самарской области проводится эксперимент по предоставлению документов в электронном виде. Как это выглядит? Давайте поподробнее расскажите, что все всегда интересно. С портала государственных услуг пользователь, зарегистрирован на официальном сайте, может предъявить инспектору при надзоре за дорожным движением QR-код, содержащий информацию о регистрации принадлежащему автомобилю и о водительском удостоверении. Соответственно, инспектора при надзоре за дорожным движением, используя имеющиеся у них оборудование, посредством этого кода считывают всю необходимую информацию, сверяют ее с базой данных госавтоинспекции. И, соответственно, уже вся полная информация, та, которая на бумажных документах, она у нас есть в электронном виде. Но это все понятно. Скажите, а кто этот QR-код в госуслуги заносит? И как понять, что он у тебя уже есть? Ну, это любой пользователь, он может обнаружить посредством соответствующих вкладок. Ну, то есть вы хотите сказать, что если я сейчас зайду на госуслуги, у меня этот QR-код есть? Да, он должен быть. Он должен быть? Да. Хорошо. Вот такой вопрос. Не вожу я с собой документы, я знаю, что у меня в госуслугах есть QR-код. Забыл телефон дома, разрядился телефон, останавливает инспектор ДПС. Как быть? Ну, здесь я возвращаюсь уже к тому, что напоминаю, что это еще только эксперимент. Так. Так. Поэтому однозначно говорить о том, что документы мне с собой не нужны, ни в коем случае нельзя считать так. Это будет заблуждением. Более того, в правилах дорожного движения у нас пока в той редакции, которая предусматривает обязательно наличие этих документов. Поэтому... Пока возим с собой, да? Ну, а когда этот эксперимент уже вступит в, как говорится, официальную фазу, то об этом будет уведомление, да, и все водители будут об этом знать. Но даже сейчас уже пользуются этим экспериментом водители? Ну, кто-то, может быть, предъявляет так или иначе, но я говорю еще раз, обращаю внимание, что это не исключает требования наличия при себе документов. Поэтому в настоящее время ведется отладка вот именно в информационной части, потому что это надо понимать, что это требует очень широкую сеть покрытий с устойчивым каналом связи, с устойчивым интернетом, с устойчивым доступом к информационной базе. Поэтому в настоящее время вот тот эксперимент пока как бы показывает все слабые. Пока эксперимент. И еще у меня один вопрос. Показываю я QR-код, к примеру, сотрудника ДПС. Каким образом он его считывает? Посредством имеющихся у него специальных средств. Специальных? Что это будет, да. Это уже вот как раз в рамках эксперимента те специальные средства, которые будут необходимы при надзоре дорожным движениям, это вот как раз и будет определено и определяется. Как вы считаете, ну вот чисто исходя из вашего опыта, эксперименту быть, удобен ли он? И, ну вот, все же сейчас переходит в электронные документы. И вот, ну а почему водительское это должно быть исключением, как вы считаете? Безусловно, безусловно. И те законопроекты и законодательные инициативы, в которых в настоящее время вот публикуются посредством интернета, средств массовой информации, как раз и говорят о том, о необходимости постепенного отказа от документов на бумажном носителе в сторону использования электронных информационных ресурсов. И тогда, ну опять же, забегая немного вперед, ну просто мне как водителю тоже эта тема интересна. А если эксперимент уже вступит в силу, может быть, у вас есть такая информация, что потом не нужно будет ни обновлять по ищению срока годности, да, водительские права, либо это все тоже будет прописано в регламенте, как менять этот QR-код, если, к примеру, вышел срок владения водительскими удостоверениями? Ну, мы слишком далеко забегаем, потому что как это будет, пока идет процесс практической обработки, вот, выявление каких-то слабых мест поиска решений оптимальных. Ну, то есть, когда эксперимент уже вступит в законную силу, тогда и поговорим, да, читаю я в ваших глазах, Михаил Олегович? Ну что же, давайте продолжим дальше. Я хочу спросить вас, какая ответственность предусмотрена за нарушение правил регистрации транспортного средства? Ответственность за нарушение правил регистрации транспортных средств у нас предусмотрена статьей 19.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За данные нарушения в отношении физических лиц предусмотрено наказание от полутора до двух тысяч рублей. Что касается физических, юридических лиц, то в отношении должностных лиц санкции составят пять тысяч рублей. И в отношении юридических лиц от десяти до пятидесяти. Спасибо. Вот часто бывает, что человек продал автомобиль, а ему до сих пор приходят штрафы. А тот, кто купил, ну просто каждые десять дней переписывает договор. Скажите, пожалуйста, как быть здесь, дайте совет и как доказать, самое главное, что ты уже давно не владелец данного автомобиля? Мы во всех случаях продажи, либо совершение сделки по отчуждению транспортного средства всегда рекомендуем прежним собственникам принять меры к тому, чтобы снять автомобиль с регистрационного учета со своего имени. То есть в настоящее время у нас посредством портала официальные государственные услуги реализованы так называемые дистанционные возможности дистанционного прекращения регистрационного учета. То есть это два вида операций. Если, например, первое, если собственник автомобиля продал транспортное средство, в этом случае он подает заявку на прекращение регистрации, приобщает к своей заявке образец договора купли-продажи. Также через госуслуги все это можно подгрузить. И уже без посещения регистрационного подразделения в случае правильно оформленной заявки регистрация будет прекращена и соответствующая информация ему направлена в личный кабинет. С недавнего времени у нас реализована возможность также прекращения регистрации по заявлению. То есть не в связи с продажей, но это касается всех случаев, когда либо вы продали, либо каким-то образом не знаете местонахождение автомобиля, но не хотите, чтобы он стоял на вас на регистрационном учете. В этом случае мы выбираем на сайте вкладку «Прекращение регистрации по заявлению» и уже, как бы не прикладывая никаких дополнительных подтверждающих документов, прекращаем регистрацию. Скажите, пожалуйста, Николай Олегович, какие автомобили и мотоциклы нельзя снять с учета? Ну, во-первых, запрещено проведение регистрационных действий в отношении трассных средств, числящихся в розыске. То есть в этом случае мы ни в коем случае не сможем провести регистрационные действия. То есть, я прошу прощения, если, к примеру, угнали автомобиль, нет и нет, и не находится он никаким образом, и чтобы там не платить ни налоги, ни тому подобное, нельзя гражданину снять его с учета? До момента прекращения розыска, либо удаления информации о розыске трассного средства, регистрационные действия с ним невозможны. Что касается налоговых платежей, как бы, собственники таких трассных средств при обращении в налоговую представляют документы, либо подтверждающие какие-то сведения о том, что трассные средства находятся в розыске, и уже, как мы знаем из практики, в этом случае налоговые платежи им не начисляются. И вторая причина, по которой мы не сможем снять и прекратить регистрацию, это наличие ограничений на совершение регистрационных действий. Это те случаи, когда в отношении трассного средства имеются ограничения наложенной службы судебных приставов, судебными органами и так далее. В этом случае также мы в предоставлении государственной услуги откажем. А если, к примеру, автомобиль очень, ну, скажем так, древнего года выпуска, не на ходу, и невозможно его доставить вот к вам в РЭО, чтобы снять, ну, к примеру, с учета, как в таких случаях делать? Ну, понятно, что можно сдать автомобиль в утильную, все равно же его нужно прежде снять с учета? Ну, при прекращении регистрации предоставление трассных средств на осмотр не требуется. Соответственно, если возникла необходимость снять с учета или прекратить регистрацию, но автомобиль есть в наличии, даже пусть он в плохом и технически неисправном состоянии, в этом случае собственник автомобиля может сдать его на пункт переработки, получив документ о том, что автомобиль принят, это так называемое свидетельство об утилизации, и уже обращается к нам, предъявив этот документ об утилизации. Ну, из положительного, что вот, как упростить эту процедуру, это также возможность снять с учета с утилизации, возможно, посредством сайта официального государственной услуги. Но, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, все-таки вы за обращение услуг, которые предоставляет ваше ведомство, советовали гражданам пользоваться госуслугами, либо все-таки прийти и пообщаться лично? Ну, все-таки, это большое количество операций, связанных с необходимостью личного посещения. Поэтому государственные услуги позволяют нам сформировать предварительную заявку, выбрать удобный день, время и время посещения РЭО, выбрать подразделение наиболее близкое, территориальное и удобное для посещения, оплатить государственную пошлину. Далее, вот, что касается, например, постановки автомобиля впервые, либо при смене собственника, в любом случае в обязанности сотрудника госавтоинспекции ходит установление личности собственника. Поэтому без личного посещения заявителя здесь не обойдется. Но все-таки госуслуги упростили работу вашего ведомства, Михаил Олегович? Да, очень значительно. Это связано, во-первых, с тем, что информация, которую вносит собственник при обращении к нам, при подаче заявки, мы уже видим ее в информационной системе, соответственно, многократно сокращается время регламентных проверок. Соответственно, при обращении к нам заявителя, время всех административных процедур минимально, и предоставление государственных услуг уже конечного результата снижено до минимальных сроков. Ну что ж, спасибо вам большое за участие в программе, спасибо за ваши, как всегда, компетентные ответы. В заключении, всем участникам дорожного движения хотелось бы пожелать безопасной и без аварийной езды по дорогам общего пользования, а также еще раз напомнить о необходимости соблюдения норм и правил дорожного движения и требований законодательства. Всего хорошего. До свидания.